Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Видеозавораживающий русский, где мы говорим о самых длинных, интересных, оригинальных словах русского языка и только на медленном русском языке. Вы также можете использовать автоматические субтитры, они генерируются автоматически и, в принципе, очень неплохого качества, то есть неплохие. В прошлый раз мы с вами видели слово чистосердечный. Чистосердечный значит мы говорим правду от чистого сердца. И сегодня ещё одно слово, где есть внутри слово сердце, это мягкосердечный. Мягкосердечный. Мягкий значит нетвёрдый. Твёрдый это что там такое? И мягкий, мягкий значит нетвёрдый. Например, мягкая игрушка, да, мягкая игрушка, это мягкая, твёрдый. Например, у меня твёрдый микрофон, микрофон твёрдый. И игрушка мягкая, мягкая игрушка, мягкий. И сердце, мы уже видели, сердце это наш орган, который у нас здесь, сердце. И обычно это символ эмоций, иногда любви. Сердце это символ эмоций. Мягкосердечный человек значит человек, который очень легко жалеет других людей. Жалеть значит, вы видите, что у другого человека проблема. Вы очень хорошо понимаете эту проблему. И вы думаете, о, бедная или бедный. Это жалеть. И мягкосердечный человек, он очень эмпатичный человек, он или она. Когда она видит проблему другого человека, она хочет помочь. Например, часто, очень часто уже немолодые люди, пожилые люди, они очень мягкосердечные. И иногда человек, например, женщина, она, когда была молодой, она может быть даже иногда жестокой, то есть агрессивной. И потом, когда она стареет, то есть больше-больше-больше лет, пожилые люди, немолодые люди часто становятся мягкосердечными. Ну, например, Например, бабушка, я не люблю слово бабушка, потому что это немного негативное, ну, пожилая женщина. Хотя сегодня пожилой, сколько это лет? Это уже не 60, да? 60, вы уже не пожилой. 70, я не уверена. Ну, 90 лет. Пусть будет 90 лет. Скажем, пожилой, в 90 лет. И вот она видит на улице, сидит девушка и отдает котенка. Котенок – это ребенок кошки. И отдает, значит, не просит денег, бесплатно отдает. Вот она сидит, отдает котенка, и бабушка видит этого котенка, пожилая женщина видит этого котенка. И она говорит, ой, какой красивый, какой милый, какой маленький, бедный, ему холодно. Хорошо, я его беру. И она его берет домой. И потом понимает, что она не очень хотела, и это не очень удобно. И что теперь нужно ходить в магазин, покупать ему еду, и нужно специальное место. И она может сказать, ах, какая я мягкосердечная. Или ее дети могут сказать, а, мама, какая ты мягкосердечная. Мягкосердечная. Вот пожилые люди часто мягкосердечные. Вот, в принципе. Или, например, родители. Родители, когда у них маленькие дети, они обычно их очень любят, и они часто с ними мягкосердечные. То есть, ребенок хочет, например, подарок или шоколадку, и родители понимают, что не нужно это покупать, давать, потому что много сладкого – это не очень хорошо, или много подарков – это не очень хорошо. Но ребенок начинает плакать и скандалить, и мягкосердечный папа покупает ребенку, покупает Маше или Пете шоколадку. Мягкосердечный папа, мягкосердечная пожилая женщина. Дорогие друзья, например, я не очень мягкосердечная. Нет, я не мягкосердечная. Но, может быть, если я, например, посмотрела какой-то фильм очень эмоциональный про любовь или про эмоции, то я думаю, что после такого фильма, если я иду по улице, может быть, есть больше шансов, что я дам деньги. Я более мягкосердечная. Я читала, что в самолете люди более мягкосердечные, потому что, может быть, мы чувствуем, что ситуация такая нестабильная, и мы более эмоциональные и мягкосердечные. А вы? Вы мягкосердечный человек? Пишите в комментариях. Если вам нравится моя работа, подписывайтесь, ставьте лайк, и лучше два, если можете. Вы не можете, я знаю. И смотрите у меня на сайте мои подкасты, очень много бесплатных подкастов. Мой клуб «Русская дача», конечно, транскрипции, PDF-книги. Всё, чтобы учить русский язык с удовольствием. До скорого! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!